В Москве вышло на финишную прямую строительство студенческого кампуса университета имени Баумана. В сжатые сроки возвели 12 корпусов под современные аудитории, инновационные лаборатории и комфортные общежития. Получать знания для поступления в престижный вуз смогут ученики в новом корпусе школы в Южном Чертанове. А в детском саду, который разместился в этом же здании, созданы все условия для дошкольного образования. С подробностями Игорь Агеенко. Я очень горжусь тем, что могу называть себя бауманцем. На Бауманской улице появился целый университетский квартал. 14 корпусов, 2 реконструированных и 12 новых. Роскошный подарок студентам легендарного вуза к 1 сентября. По поручению президента мы строим новый кампус Бауманки. Практически основные работы завершены. Построено 170 тысяч квадратных метров таких современных первоклассных зданий, сооружений, лабораторий, аудиторий, общежитий. Ну и теперь задача учить за нашими коллегами все это наполнить жизнью, завести оборудование. На каждом из 5 корпусов центрального кластера формулы. Где-то математически, где-то коды для программирования. У каждого здания свой уникальный профиль, как и у каждого выпускника этого вуза. У нас тематика космическая. Наша школа называется системная инженерия, ракета космической техники. У нас предприятие, оно является таким же участником процесса и образовательного, и научного. Из стен легендарной Бауманки вышли известные на весь мир Туполев, Шухов и Королев. Сегодня в новых корпусах будут изучать десяток специальностей. От искусственного интеллекта до флюидных технологий симбиоза химии, физики и медицины. Это все делается для того, чтобы удовлетворить огромный запрос, прежде всего в кадрах для нашей промышленности, поскольку здесь вместе с технологическими партнерами создана совершенно новая образовательная и научная среда. Дальше больше, дальше будем наполнять его научными работами, новыми курсами, для того, чтобы усиливать наши возможности, наши страны. Мы берем грязную воду, пропускаем через наш фильтр. Тоже наука, но для любителей и тех, кто хочет ее понять. В экспоцентре на Краснопресненской набережной одна из самых технологичных выставок в рамках форума «Москва-2030». В десяти залах важнейшие отрасли столичной промышленности – машиностроение, электроника, автомобили, авиация и медицина. А этот прибор подает для тех, у кого клаустрофобия – магниторезонансный томограф для конечностей открытого типа. То есть, чтобы теперь отсканировать руку или ногу, больше не нужно ложиться в большую трубу. И это существенно ускорит процесс исследований. То, что производство, причем в любой сфере, это не только сложно, но интересно и красиво, здесь можно не только наглядно увидеть, но и пощупать, и даже залезть. А это новейшая перспективная разработка беспилотной вертолеты «Кар» способен нести до двух тонн полезной нагрузки. Сейчас эта птичка на стадиях летных испытаний. Как шутят инженеры, сейчас в Москве производят все – от конфеты до ракеты. С новейшей «Ангарой», которую разработал космический центр имени Хроничева, связано будущее российской космонавтики. «Ангара» – это перспективная ракета, она как раз экологически чистая, она приходит на смену сразу двух ракет, придет на смену «Союза», как средней тяжести ракеты, средней тяжелой ракеты, и также на смену тяжелой ракеты «Протона». А ковать будущих инженеров и химиков с биологами будут тут. Своих первых учеников уже ждет вот эта новая школа в Чертаново. В День знаний здесь примут более шести сотен маленьких москвичей. Эту школу здесь ждали более двух лет с момента появления микрорайона. Учебный корпус с площадью более 11 тысяч квадратных метров построили в новом районе столицы с нуля. Совмещенное здание для детского сада и школы возвели в расчете на два жилых комплекса из 18 новостроек. Хотите в школу? Да, в такую школу всегда хочется. В первом сентября будет введено 30 новых школ. Одно из них здесь, в Южно-Пчертаново. Надеюсь, что ребятам понравится школа, да? Да. Игорь Еген, Александр Бестрийская, Геннадий Талочкин, Егор Вождецов и Ярослав Оулов. Неделя в городе.